Без ЦРУ, зато с Чебурашкой. Сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе предложил создать в России закрытую коммуникационную сеть в противовес привычному интернету и придумал назвать ее именем героя из детской книжки. После того, как власти уже заявили о создании национальной платежной системы и своих рейтинговых агентств, открытие российского интернета уже не кажется такой уж фантастической идеей. Неужели через пару лет подростки сутками будут зависать в Чебурашке? Если это будет делаться так, как в последнее время у нас делается в России, что мы отказываемся от всего ужасного и вражьего, и теперь у нас будет все свое, то тогда, конечно же, я категорически против. Что такое утечка информации? Вы сами прекрасно понимаете, что уже настолько мы находимся в виртуальном мире, настолько информационный поток погладил людей, что обмениваясь в интернете и разведка не нужна. Течка какой-то информации в сети – это маловероятно, потому что наши чиновники застряли еще где-то в 19 веке и чуть ли не передают свои сообщения в глубины почты. Что у нас не хватает, скажите? У нас есть вся таблица Менделеева. У нас есть Кремний, Олова, у нас есть наша силиконовая долина Сколково, в котором сядут молодые люди, талантливые, те же самые блогеры. Технически, конечно, можно отключить магистральные каналы, которые связывают Россию с внешним миром и, собственно, отделить российский сегмент от иного. Но это как бы сильно повлияет на экономику России. Когда вчера поднялся вопрос о том, что интернет у нас открыт и идет учечка информации, я сказал, что давайте создадим свой глобальный интернет, российский глобальный интернет. Но это параллельный интернет. На самом деле, сенатор Ковджарадзе предлагает не заменить привычный интернет-чебурашкой опроса, создать еще одну сеть рядом. Но пользователи в благие намерения не верят, ведь хорошими делами прославиться нельзя, если цитировать другого персонажа того же мультфильма. Кроме того, за последний год власти не раз пытались ограничить свободу в интернете. Только сегодня Совет Федерации проголосовал за закон, который приравнивает популярных блогеров к СМИ. Роскомнадзор пополняет список запрещенных сайтов каждый день. И неудивительно, что пользователи сети даже от чебурашек шарахаются в сторону. Если интернет закроют и вместо него сделают чебурашку, ничего хорошего к этому не приведет. Может быть, это какой-то очередной невнятный ответ на те санкции от Америки или от Евросоюза, которые сейчас против нашей страны. Кругом враги и такая вот теория занавеса, мне кажется, очень актуальна с точки зрения повестки, которая есть. И в этой общей атмосфере истерии, атмосфере вражды, очень удачно можно обрубить любые каналы. Уничтожать интернет – это вообще какая-то безумная идея. И очень странно, что мы вообще это обсуждаем на полном серьезе. На практике это огромные ресурсы, огромное вложение. И это вряд ли удастся сделать так, как они хотят это реализовать. С технической точки зрения, как говорят IT-специалисты, это возможно. В общем-то, ничего сложного в этом нет. Чиновники, они, на мой личный взгляд, они проявляют ненужную инициативу. Это инициатива, которая не то что наказуема, а просто вот от них делать. Когда появляются такие инициативы, вроде сечи чебурашками, все время кажется, что это 1 апреля. Но, к сожалению, это 1 апреля очень долго длится в нашей стране. Контролировать виртуальное пространство пытаются в разных странах. В Китае ограничивают нежелательный контент. В Европе сражаются с пиратством. Лучше всех с задачей справилась, естественно, Северная Корея. Там просто запрещено пользоваться всемирной сетью без разрешения самого Ким Чен Ына. А для остальных есть своя национальная сеть, Кван Мён. Почти как чебурашка, только с иероглифами. Кстати, Кван Мён переводится на русский яркость. А вот неизвестный зверь Чебурашка получил свое имя за то, что постоянно падал. Наверное, не самое удачное название для коммуникационной сети на сленге компьютерщика «в сеть упала» означает «просто не работает». Иными словами, чебурахнулась. Я просто сказал «чебурашка», потому что я вам хочу сказать, что единственный бренд... Вы же знаете, кто такой Чебурашка, да? Неизвестный науке зверь. Вот, правильно. Неизвестный науке зверь. Продолжение следует...